Здравствуйте. Меня зовут Синельников Валерий. И тема моего доклада «Текущий статус и перспектива развития групповых политик в операционной системе АЛЬТ». Для управления доменной структурой есть инструмент групповых политик. Что такое групповые политики? Это набор правил, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды относительно локальных политик по умолчанию. Групповые политики работают в рамках домена, где их создают системные администраторы. На слайде я попытался схематично продемонстрировать, что происходит в момент администрирования самой доменной инфраструктуры, где администратор домена может формировать правила, по которым будут конфигурироваться настройки для пользователей в домене, либо компьютеров, входящих в домен. Групповые политики в операционной системе АЛЬТ – это комплексное решение, которое включает хранение политик, и шаблоны в каталоге СИСВОЛ на контроллере домена. Инструменты управления политиками и механизмы применения настроек для компьютеров и пользователей. На слайде я попытался продемонстрировать, каким образом хранятся данные от групповых политик на домен-контроллере. В шаре СИСВОЛ у нас находится каталог полисов, с которым находятся все каталоги, связанные с объектами групповых политиков, в каждом из которых находятся настройки либо для машины, либо для пользователя. Централизованное управление настройками парка машин в операционной системе АЛЬТ производится через инструмент группы GP-Update. Установленный GP-Update на клиенте вытягивает политики из домен-контроллера и применяет их в зависимости от кейса. Если у нас включается компьютер, притягиваются политики, связанные с машиной, и при логине вытягиваются политики и применяются, связанные с пользователем. И периодически раз в час они обновляются. Политики, которые у нас сейчас реализованы в АЛЬТе, мы поделили на три категории. К первой категории относятся стабильные, к ним относятся включение или выключение различных служб, управление контроллами, для управления графическими приложениями, управление G-Settings, генерация ярлычков, запуска программ, создание директорий, запрет на подключение внешних носителей данных. Вторая категория называется экспериментальные. К ним относятся управление браузером Firefox и Chromium, подключение сетевых дисков, установка программного освещения из стандартного репозитория. Они относятся к категории экспериментальные, ввиду того, что в данный момент они либо дополняются, либо через какое-то время они могут немного видоизмениться. Но они также уже доступны для опробирования. Третья категория – это разрабатываемые политики. К ним относятся запуск скриптов по четырем событиям. Запуске компьютера, завершение работы, входе в систему и выходе из системы. То есть логон-логаут, шатдаун, стартап скрипты. Управление инифайлами, управление общими каталогами и управление файлами, создание, удаление. Для того, чтобы предоставить возможность работы с объектами домена, в VALT разработан графический инструмент, который позволяет работать с базой Active Directory, в которой у нас есть возможность создавать объекты, производить какие-то манипуляции над ними, создавать объекты групповых политик. На слайде представлена возможность создания объекта групповой политики в пользователе, после выбора которого вам необходимо заполнить все необходимые минимальные атрибуты этого объекта, после чего будет создан объект в домене. В свойствах мы можем поставить все атрибуты, которые имеет данный объект, согласно схеме. Для создания объекта групповой политики нам нужно создать, придумать имя этого объекта, далее привязать сам объект групповой политики к конкретному подразделению. В данном случае я его привязываю к подразделению, в котором создал высший пользователь. После чего он будет связан непосредственно с этим подразделением. Для изменения содержания объекта мы можем использовать работающий в связке инструмент GPUI, аналог виндового редактора групповых политик, в котором у нас есть возможность с помощью написанных ADMX-ов конфигурить формы, которые он нам предоставляет. Политики разделены на политики для компьютеров и пользователей, в каждой из которых у нас есть возможность просмотра самих политик и, заполнив форму, сформировать сами настройки на SysWallet, которые уже потом, в свою очередь, будут притягиваться к GPUI на клиенте. Схематично сформированные конфигурации на SysWallet притягиваются к GPUI и применяются. Для того, чтобы групповые политики работали, необходимо включить сам механизм групповых политик. У нас по умолчанию при вводе машины в домен Active Directory, по умолчанию включены групповые политики, и данный способ управления уже работает без лишних каких-то манипуляций. Если сама галочка не стояла в включении групповых политик, либо вы вводили машины в домен до этого, с помощью инструмента GPUI у вас есть возможность включить групповые политики, включив соответствующие сервисы, через утилиту GPUI Update Setup. По большому счету, цель моего доклада продемонстрировать, что у нас уже существуют инструменты, которые позволяют эксплуатировать обременение, которое мы можем накладывать на клиентов домена. и, как показывает предыдущий позавчера доклад, уже активно применяются на некоторых решениях. В принципе, у меня все. Вы сказали, что, например, можно доустановить пакеты, в числе экспериментальных политик. Но это же достаточно долговременная операция. А что видит в этот момент пользователь? Это также регулируется через групповые политики, либо он ожидает сам процесс загрузки системы, либо, если это вы сами групповые политики можете настроить установку пакета в фоне, это происходит в фоне, и чуть позже, просто после загрузки системы, вы увидите установленный пакет. То есть либо долго грузится система, либо он ничего не видит, а работает как обычно. Да, он просто заходит. Единственное, доустановка пакета происходит позже, и мгновенно вы не сможете использовать тот бинарный, который прилетит. Ну, там коллизии какие-то, наверное, могут. Он не может, например, эту же программу пользоваться, пока она устанавливается. А в любом случае, там есть очередь, которая не позволит вам, не знаю, эксплуатировать тот же апдет, если вы имеете в виду. Ну, это да, да, согласен. Вы подождете, и никакой коллизии не будет. Хорошо, спасибо. Разрешите вопрос. Алексей Квенецов, базарит СПО. Вопрос связан с механизмом, о котором был рассказан, gp-update. gp-update, как вы сказали, применяется раз в час. А есть какая-либо возможность применить его принудительно вручную? Или же все-таки только интервал, который начинается от входа пользователя в систему, и, соответственно, при применении политики пользователя, она каждый час обновляется на его рабочем сеансе? Нет, у каждого пользователя есть возможность самостоятельно запустить gp-update, и раньше времени попытаться обновить политики, которые у нас в сфоре сейчас находятся. Запускается gp-update в терминале? В gp-update в терминале, да, от любого пользователя. Или с каким-то определенным ключом? Если вы хотите логи постановить, то с ключом минус-минус лог-левел и уровень лог-левела. Но я думаю, это информация излишняя для человека, который хочет просто обновить. Достаточно просто запустить gp-update. Да, спасибо за ответ. Это очень интересная возможность, по крайней мере. Без чтения документации это было невозможно. Просто по аналогии в инструменте Microsoft AD применение рабочей станции gp-update было возможно с ключом форс. То есть никакого дополнительного включения не упадет. Нет, 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 форс не надо. Вы просто gp-update запускаете и обновляете политику. И в зависимости от того, что... Так для машины, так и для пользователя, от имени которого вы запустили gp-update. Интервал успешного применения или обновления после gp-update, он какой-то ожидаемый? Можно посмотреть статус, что политика... Да, в следующем релизе вы можете посмотреть таймер системдэшный, который это и запускает. То есть в таймере будет написано через системдэк КТЛ, минус-минус юзера, если вы для юзера хотите посмотреть статус таймера, и там, в принципе, будет следующий запуск прописан. Отлично. Спасибо большое. Да, у меня вот тоже вопрос. Я почему не задал вопрос Евгению Синельникову по поводу миграции сервера, потому что сервер все-таки это... Ну и структура это все-таки в перспективе, в тех структурах, которые имеются сейчас, допустим, в Москве. А вот клиентские миграции, это вот прямо сейчас. Я вот хотел спросить по поводу совместимости того, что сейчас вся доменная инфраструктура на винде построена, и сначала мы мигрируем клиентов, как совместимость вот с этими виндовами. Она есть полностью? То есть вы можете ввести в Active Directory Microsoft клиентов, клиента на альтах, и также им управлять. Ну вот, к сожалению, нам это пока не получается. А можно задачу все-таки уточнить? Что мы подразумеваем под виндской миграцией? Это клиенты переходят с винды. С винды на линукс, чтобы все программы заработали. Какая задача будет решаться при этом миграции? Ну, хотя бы авторизация по лдапу. То есть, вот, допустим, у нас есть... Ну, вообще, откинем все групповые политики, все управления. Просто вот нам нужна авторизация. Вот в лдапе есть набор юзеров, в которых мы один клиентский компьютер учительский перевели с виндовс на линукс. Нам надо войти в домен, чтобы учитель вошел под своим именем, грубо говоря. А нужно ввести машину в домен, и, соответственно, вы можете этим пользователем уже... Ну, вот не вводится. Погоди, есть в этом проблема. Но тут еще одна вещь есть какая. Дело в том, что это чаще всего ноутбук у учителей, да? У него, соответственно, нет Wi-Fi, пока он не вошел. Когда он вошел, да, у него там сохранен Wi-Fi, он подцепится. А вот на этапе входа у него нет вообще никакой сети. Это уже несколько учителей из разных школ задавали. Я видел в чате обсуждения. Там Виталий такой есть. Я даже к нему в школу съездил. Так, коллеги, давайте вот не превращать конференцию в сеанс техподдержки. Значит, это в кулуарах вы можете... Я бы просто хотел спросить, это проверялось? Еще раз, пожалуйста, в кулуарах, спасибо. Хорошо. Есть еще вопросы? Все, да? Микрофон, можно назад бросить кубик? Да. Значит, Климов Дмитрий, Пермский политех. Хотел поблагодарить и предыдущего оратора, и докладчика текущего. Многие вопросы были решены в кулуарах, кстати говоря. То есть я подходил, разговаривал, поэтому у меня вопрос возник один сейчас. Вот последний инструмент управления политиками. Планируется ли какой-то инструмент, с помощью которого можно часть политик АД перенести сразу же в ваш инструментарий? Ну, понятно, там не все перенесутся, но вот такой вопрос. Часть политик вы подразумеваете часть виндовых политиков? Ну, управление, да, там самые простейшие политики, которые воспроизведутся хорошо и на, там, не знаю, на Самби, ну, на другой, короче. На Самби их можно просто копировать на деле. Ну, то есть по факту их можно даже копировать. Они хранятся в том же формате шаблонов, что и у Микрософт. Мы сохранили это в нейтронатом виде. Хорошо, тогда по-другому вопросу. Я возьму политики кучей, копирую сюда, и как мне проверить, какие из них будут срабатывать нормально, какие нет. А где срабатывать? Вы имеете в виду, на виндовых клиентах? Они так же будут работать? На виндовых клиентах они будут работать идентично. Скорее вопрос будет такой. А если это новый домен, вам нужно привязывать их в структуре этого домена к новым организационным юнитам. Ну, если это другая структура. А там, ну, как бы, можете проверять так же, как и раньше. Должно работать все. Это зависит от клиента. Клиент применяет политики. Поэтому, скорее всего, все равно. Мы даже не думаем, что там есть, что смотреть. Спасибо. Все? Больше нет вопросов? Спасибо большое.